Всем привет, друзья! С вами я, ваша Соколик, и сегодня я буду знакомить вас со своим творчеством и показывать вам мою первую книгу Key and Kiko Around the World. Да, говорю я, конечно, со страшным акцентом, но это не имеет значения, мы же с вами тут все русскоязычные. Я также перевела эту книгу на русский, и она звучит как Key and Kiko вокруг мира, или вокруг света. Также, пользуясь случаем, хочу вам сказать, что вышла еще одна книга, называется она Key and Kiko in the Museum. Пока что она только на английском языке, но когда я буду снимать ревью на нее, она также будет уже и на русском языке, конечно же. Ну и все ссылочки, как обычно, будут в описании. Начну я, пожалуй, с того, что когда мы сочиняли эту книгу, мы, это я, моя подруга и мой молодой человек, мы сидели все вместе на кухне. Старая добрая русская традиция, вот. Ну и по большей части мой молодой человек сочинил эту книгу, и я ее решила проиллюстрировать, потому что мне она показалась весьма интересной. Ну, как-то так. В книге задействованы три персонажа. Это два ребенка, девочка Key и мальчик Kiko. И зеленый кот. Мы решили сделать такого персонажа, который будет как бы сторонний наблюдатель, но в то же время будет рассказывать какие-то интересные факты. История начинается с того, что девочка Key предлагает мальчику Kiko сходить в музей. Они находятся у себя на Виле, где-то в Китае. И вот уже вторая иллюстрация, это как они поднимаются по ступенькам в Шанхайский арт-музей. И маленькая-маленькая голова этого зеленого кота, который рассказывает из стороны о том, что такое Шанхайский арт-музей, для чего он нужен и так далее. Информация подана достаточно таком кратеньком, но интересном стиле, чтобы можно было понять откуда, что это за здание. Тут резко Key и Kiko перемещаются на Акрополис. Парфенон. Это, как вы знаете, древнегреческое сооружение. Я там была, у меня даже было видео на эту тему. Это очень важная историческая памятка. Туда съезжаются люди со всего мира посмотреть на Парфенон. Кстати, самое интересное, я сначала перепутала, думала, что это называется Пантеон. На самом деле, Пантеон в Риме находится, а это называется Парфенон, это сооружение. И вот девочка Key и мальчик Kiko перемещаются туда, на вершину Панфенона. И они, собственно, разговаривают о том, как это здорово, что мы вообще здесь оказались. В Греции придумали математику, научились писать еще очень много лет назад. Тем временем, зеленый кот выглядывает из Парфенона и рассказывает о том, что это вообще за сооружение, какую историческую ценность он имеет и так далее. И вот неожиданно девочка Key и мальчик Kiko переносятся во времена Сократа, примерно 5000 лет назад. Здесь мы видим Купидона, зеленого кота, Сократа, который говорит «I know that I know nothing». То есть «Я знаю, что ничего не знаю». Это его знаменитая фраза, да? А потом он говорил «А другие даже не знают этого, что ничего не знают». И, конечно, Ки, девочка Ки начинает восхищаться. Они одеты в национальные греческие костюмы. Я очень долго рисовала эту тему. Во-вторых, они находятся внутри Парфенона, как он выглядел тогда, когда он не был разрушен, да? В древние времена. Я посмотрела в одной передаче. Следующая иллюстрация — это девочка Ки и мальчик Kiko попадают в Японию. Тут уже как бы обошлось без зеленого кота. Я думаю, это связано с тем, что не надо слишком перенасыщать книгу всякими событиями. Там и так их очень много. И мальчик Kiko рассказывает, что они в Японии. Посмотри, вот эта гора Фудзи. Посмотри, какие старые сооружения. И девочка Kiko говорит, I know that... Так, давайте будем на русском, да? Я знаю, что в Японии есть очень популярная чайная церемония, которая называется The Way of Tea. Путь чая. И следующее. Это, кстати, моя самая любимая иллюстрация. Я ее уже очень давно выставляла и в Инстаграм, и в, наверное, другие соцсети. Значит, здесь мы видим, как девочка Ки переодета в наряд гейшей. И она вместе с гейшей проводит чайную церемонию. Я вообще сделала книгу в виде таких реплик, как какой-то персонаж на иллюстрации, или обычно два персонажа на иллюстрации что-то говорят. В этом случае гейша рассказывает о том, что кто такие вообще гейши, для чего они нужны. Да, тоже такой образовательный момент. Да, в этой книге, в принципе, все образовательно. И, конечно же, я не обошлась без своего фирменного юмора. И рядом с гейшами стоит кот в виде гейши. Я начала переодевать кота под стилистику того места, где они находятся. И кот в виде этого кимоно и всяких остальных причиндалов рассказывает, как бы типа подметает пол. И при этом такое рассказывает, что такое чайная церемония, что она из себя представляет, что есть чакай. Это более такая простая чайная церемония, где они пьют легкий чай, какие-то, может быть, закуски. И есть чайная церемония, которая называется чаджи. Чаджи – это уже полная чайная церемония. Она длится примерно 4 часа. И там легкий и тяжелый чай присутствует. Честно, не знаю, что значит легкий и тяжелый чай. Когда-то мы проводили чайную церемонию с моими знакомыми. Но я просто пила пуэр, тигуанин и, в общем, вот такие вот всякие чаи. Мне было интересно просто все это попробовать. Я словила кайф от самого процесса. Ну, наверное, это можно сказать, что это был чакай. Следующий. Ребята переносятся в Лондон. Здесь, в Лондоне, они говорят о том, что, боже, как холодно, тра-та-та. Ки советуют ки-котам надеть что-то потеплее. На двухэтажном бусе едет кот и рассказывает о Лондоне и о главных достопримечательностях города. А, еще важно понимать, что дети с котом еще не знакомы. В том-то весь и прикол. Мне казалось, это самая такая главная интрига должна быть. Вот, очень интересно. Дети говорят, что так как холодно, давайте повозьмем такси. И вот они берут такси. И следующая иллюстрация, это как в этом такси едет кот. То есть, если бы я делала мультик, я бы, конечно, сделала эту сцену очень такой яркой, интересной. Но я постаралась в статичном изображении передать какой-то шок просто. Особенно мальчик Кико. Как он говорит, А кот говорит, что, типа, он следил за ними. И приятно, конечно, познакомиться. Я вас приглашаю на бал, который состоялся 200 лет назад. И, собственно, они переносятся на бал. Как вы понимаете, 200 лет назад этот бал первый случился. Где кот в таком фраке, Кикико танцует. И кот, сидя под статуей, рассказывает о том, что это вообще за бал. Когда произошел первый бал. И в честь чего это произошло. Кстати, раз уже пользуясь случаем, расскажу вам. Вы просто вдумайтесь вообще, какие англичане странные. Первый бал у них произошел в результате того, что они удачно поделили имущество между собой. И Фрэнсис Бэнкес устроила вот такой вот бал. Надеюсь, я правильно сказала имя. Это произошло в 1791 году. Вдумайтесь. Это давно уже было достаточно. Следующее. Они переносятся в Африку. Здесь в Африке мы видим очень много животных. Девочка Кира рассказывает о том, какие жирафы, какие они большие. Кот стоит где-то там в стороне тоже в этой во всей одежде. На сафари обычно ездит в такой одежде. Рассказывает о том, что Африка это самый древний континент. А вот следующая иллюстрация, над которой я реально долго работала, потому что я хотела показать персонажей, как они выглядят в танце. То есть очень важно было показать ритмичность. Девочка Ки одета в национальные наряды племен Зулу. Мальчик Ки танцует вместе с африканской женщиной и рассказывает о племенах Масай. И стоит этот кот. Ничего не рассказывает, просто с джембой. Играет на барабане. И у него тут повязка. И тут у него тут клык висит и так далее. В следующих иллюстрациях они оказываются в Австралии. Кота я переодела в морскую, такую национальную австралийскую одежду. То есть они ходят в таких тельняшках, в таких вот шапочках. Следующая иллюстрация. Они смотрят на Сидней. Мне хотелось сделать так, чтобы этот оперный театр, это сооружение, одно из национальных сооружений вообще Австралии. Да, национальный символ, чтобы он выглядел ярко. И поэтому я сделала как бы только тень. И Ки рассказывает о том, что такое Сиднейский оперный театр и для чего он вообще нужен. Дальше они переносятся в Антарктику, где кот уже на лыжах, переодетый, рассказывает о пингвинах. Кстати, они же вместе уже путешествуют. Девочка Ки радуется, ей весело. Собственно, наконец книги заканчиваются тем, что они находятся все возле того же Шанхайского музея, только уже ночью. Девочка Ки и мальчики Ки радуются, что они наконец-то дома после такого трипа. И кот обещает следующий трип. Ну и последний тайтл я решила сделать в таком чисто американском стиле, как ребята сидят возле телевизора, и на них падает такой свет. Вот, в общем, как-то так. Вот и все, друзья. Я надеюсь, вам понравилось это видео и мое творчество. Кстати, если кто-то смотрит меня, кто имеет выходы на разных паблишеров, издательств, особенно на постсоветском пространстве, можете смело мне писать с коллаборацией. Я буду только за. У меня уже, в принципе, все готово. Пользуясь случаем, так сказать. Я думаю, что вновь я сниму ревью на еще какие-то свои книги, потому что я действительно стараюсь. Это занимает время. Если говорить конкретно про эту книгу, это было ни много ни мало около года с перерывами, конечно же, с перерывами. Я работала над этой книгой. В общем, если брать без перерывов, то примерно два месяца, потому что действительно работа сложная, кропотливая. Я желаю вам всем, чтобы вы оставались всегда творческими. Даже если у вас нетворческая специальность, это вообще не имеет значения, потому что творчество, оно у нас, наши креативные идеи, наша фантазия, это все у нас внутри. Я желаю вам оставаться такими всегда. И кто еще не подписан на мой канал, конечно же, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Все, всем пока.